Дай почитать. Максим Кантер в азарте нарисовал своеобразный ковчег во главе с капитаном Августом. Так и вспоминается Август Октавиан, а еще корабль дураков Босха. Завязка неожиданна. Молодого русского художника. Кстати, он не прибивает себя гвоздями на Красной площади, а рисует по старинке масляными красками. Приглашает миллионер на почти двухмесячное биеннале на море. Наш герой с супругой и ребенком приезжает в Амстердам, чтобы узнать, миллионер вовсе не миллионер, а эксцентричный бедный Август, женатый на питерской девушке Саше. Купивший на деньги, доставшийся после смерти бабушки не однокомнатную квартиру на городской окраине, а списанный в утиль в 1917 году корабль. Напомню, что действие происходит в 90-е годы. И вот на этой ржавой развалине он мечтает счастливо плыть с приглашенными гостями, очень странными, прямо скажем, фриками. Ярый католик Август задумал на этой утлой посудине построить светлое будущее, и поэтому в его команде интеллигентов из бывшей богемы, толстопузый православный поэт, француженка, придерживающаяся левых взглядов, оксфордский профессор, русский артист-стаганки, два немца, музыкант, играющий на пустых консервных банках, итальянец, продающий комбайны Казахстану из Гонконга, два еврея, в итоге оказавшиеся неевреями. Они все такие разные, что споров не избежать. Итак, вся эта странная компания, ругаясь, дискутируя, ссорясь и мирясь, действительно строит корабль. Правда, православный поэт украл штурвал, а музыкант на консервных банках под шумок пропил якорь. Но это все мелочи, потому что главное – это рассуждение о смысле жизни в искусстве и вне его, о свободе, о счастье, о справедливом социальном устройстве. Ну, а дальше начнется детектив, в котором будет все – и предательство, и измена, и двойная жизнь, и трагедия, и семейная тайна, и африканские беженцы. В азарте Максима Кантера бесконечное множество безбрежных смыслов. И вы, дорогие слушатели, с большим интересом можете их распутать и понять. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Продолжение следует...